Жительница Хабаровска утверждает, что родила ребенка на полу и сама у себя приняла роды. Все случилось в родильном доме номер два. Женщина требует призвать к ответственности персонал, который не оказал ей должной помощи. Подробности у Любови Краснослободцевой. Вот та самая палата, в которой я находилась. Вот кровать, на которой с чудом у меня не получилось залезть. Вот прямо на этом месте, на полу, я родила. Не оказалось рядом персонала, я звала на помощь, ни акушера, ни врача не было в отделении. На кадрах, сделанный на мобильный телефон, предродовое отделение. В эту палату Марию Ильминскую положили в 7 утра, а в 2 часа дня она родила девочку. По словам молодой мамы, это произошло без вмешательства врачей и медперсонала. Мгновенно выскочил ребенок, я смогла, успела ее поймать, она слегка ударилась головой, да, ну, как бы, поймать, я поймала ее. Если же, если бы, не дай бог, да, я пыталась бы забраться на постель, я могла бы просто потерять детей. Ребенок бы погиб. Пациентка утверждает, что персонал не реагировал на ее крики с призывом помочь. Сегодня Марию Ильминскую выписывают из роддома. Но пока она находилась в стенах учреждения, о ситуации рассказала главврачу и написала жалобу на сотрудников. О том, что инцидент действительно имел место быть, руководитель не отрицает. Но, возможно, все было несколько иначе. Во-первых, ребенок никуда не ударялся. И помощь ей была оказана, то есть, как только акушерка к ней подошла, она смогла помочь женщине принять роды. В плане того, что там он на пол родился, то есть он родился не на пол, он родился, в принципе, на руки женщины совместно с акушеркой. Сейчас во втором роддоме проводится служебная проверка. Руководство пытается выяснить все детали инцидента с родами на полу. Мы однозначно со своей стороны сделаем все, чтобы, во-первых, не допустить подобных ситуаций в дальнейшем. Это однозначно. Контроль будет, там еще дополнительные меры предприняты и по оснащению предродов и родзала. И, естественно, беседа с сотрудниками со всеми уже достаточно проведена. Мария Ильминская в жалобе на персонал указала, что требует уволить сотрудников, которые не оказали ей помощь при родах. А ее муж написал заявление в следственный комитет. Реакция персонала была такова, как будто бы это норма вообще, в принципе. Приехать в родильный дом и родиться самостоятельно на полу, в палате. Ну, это как вообще? Зачем это здание здесь стоит? Любовь Краснослободцева, Сергей Демьяненко и Константин Пестерев. Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова